Краснодарский этап эстафеты Паралимпийского огня закончился на театральной площади грандиозным пиротехническим шоу. Последний факел на финише встречали 14 тысяч горожан. После полудня на площади гремела концертная площадка и стояла на готове Паралимпийская чаша. Кому доверили самый ответственный участок огненного пути, расскажет Наталья Ястребова. В Краснодаре к пылающему символу зимние Паралимпиады уже прикоснулись 99 факелоносцев. Тренеры, активисты общественных организаций, работающих с инвалидами и, конечно, в центре внимания сегодня спортсмены-паралимпийцы. Люди, которые каждый день, преодолевая себя, показывают своим примером, что и невозможное возможно. Она не любит жалеть себя и морщится от слова «инвалид». На финишный прямой паралимпийский огонь ждет Лариса Волик, девушка, которая стала городской легендой после бронзовой паралимпийской медали в Лондоне. У каждого человека, в какой бы ситуации он ни находился, есть мечта и нужно ни в коем случае не останавливаться. Нужно идти уверенными шагами, хотя бы, может быть, маленькими, но идти, идти, идти навстречу к своей мечте. Она знает, как труден первый шаг к победе. Спортивную карьеру начала уже после 20-ти, когда стали одолевать комплексы. Сегодня девушка, которая с усилием ходит, метает копье, толкает ядро, приносит стране медали и признается журналистам. Спорт – отличная возможность найти себя в жизни. Лариса Волик и глава Краснодара Владимир Явланов зажигают пролимпийскую чашу в самом сердце краевого центра. И зрители, и непосредственные участники эстафеты надеются, что это начало великих побед. Четыре года назад в Ванкувере россияне-паралимпийцы увезли самый большой комплект наград – 38 медалей. Мы рады тому успеху, которого достигли наши олимпийцы в Сочи, завоевав самое большое количество наград. Я уверен, что наша паралимпийская команда также достигнет самых лучших результатов. Все, кто собрался сегодня на этой нашей центральной городской площади, хотели бы именно этого результата. И я уверен, что это свершится. Паралимпийские игры – это не только спорт. Это возможность еще раз обратить внимание на людей, которых называются граническими физическими возможностями. Они рядом с нами, они вместе с нами. И у этих людей нет никаких ограничений для того, чтобы достичь своей цели. Успехов и самых-самых наилучших достижений. Потому что только можно поражаться той активности, той мужественности, с которой они все это делают. Мы сами баскетболисты, занимаемся баскетболом. А на паралимпиаде будем болеть за лыжников. Россия, ура! Поддержать паралимпийскую сборную выходили городские таланты. Бурными аплодисментами зрители встречали глухонемых артистов. О любви к родине они пели жестами. Из краевого центра огонь отправится в столицу зимних паралимпийских игр. Уже сегодня на территории горнолыжного комплекса «Роза Хутор» состоится церемония так называемого объединения огня, зажженного в 46 городах России. Еще три дня он будет путешествовать по Сочи, а 7 марта отправится на церемонию открытия игр. Огненная эстафета закончилась гашением чаши под гимн паралимпийских игр. Наталья Ястребова и Вадим Волков, телекомпания «Краснодар».